Привет! Я Алекс Триш, руководитель скаутингового агентства, которое, скорее всего, нашло тебе уже агентство. Либо ты просто смотришь это видео, потому что оно попалось в рекомендациях, поэтому посмотри обязательно его до конца, ведь здесь мы будем разбирать те основные моменты, которые должна учитывать каждая модель при начале работы с агентством. Независимо от того, в какое агентство ты попала, у каждой команды есть свои принципы взаимодействия. И раз уж мы упомянули слово «команда», то об этом мы сейчас и поговорим. Командная работа — это основа основ любого агентства. Давай мы сейчас для наглядности и удобства сократим агентство до трех составляющих. Первое — это будет модель. Второе — это отдел маркетинга. И третье, естественно, это отдел продаж, то есть секстры. Давай представим, что ты супермодель, которая делает весь контент, который нужен, которая устраивает полностью любое агентство. И более того, у этого агентства есть прекрасные маркетологи. Эти люди помогают продвигать твой аккаунт и нагонять на него как можно больше пользователей, чтобы они тратили все деньги только на твой контент. Представила себе эту картину? Как она тебе? Нравится? Правильный ответ — нет. Все это потому, что в моем описании не было ни слова про операторов чата или секстеров. Именно они занимаются продажей твоего контента новым фанатам. И если их не будет, то твоя работа и работа отдела по маркетингу и рекламе будет просто сделана зазря. А теперь давай представим, что у тебя есть прекрасные секстеры и операторы чата. Эти люди боги продаж, и они продают любую твою фотографию за очень большое количество денег. В этой картине все так же прекрасно, только нет никакой рекламы. И какими бы ни были хорошими продажниками, если к тебе не приходят фанаты, то эта работа также сделается зазря. Поэтому если модель хочет получать меньше денег, то лучший способ это сделать — игнорировать полностью все запросы от отдела маркетинга и продаж. Если ты уже решила сотрудничать с агентством, то самым верным будет — это следовать полностью всем рекомендациям от маркетологов и контент-менеджеров. Расскажу маленькую историю в тему. Пропустить ее ты можешь по тайм-кодам в описании к видео. Минимум раз в месяц я связываюсь со всеми агентствами. Узнаю, как дела у девочек, как идет работа, ну и вообще просто разговариваю. И вот я узнаю, что в одном из агентств, куда пришла моя модель, она зарабатывает буквально 130 баксов в месяц. Это мне кажется очень мало, и я спросил у агентств, почему происходит именно так. На что они мне ответили. В целом, на ней с самого начала все шло плохо. Она не очень зашла, и мы кое-как вывозили хоть какие-то деньги. Но у нее с самого начала были проблемы со съемками. Дай бог сюжет раз в месяц. Последнее время я даже подгонять ее перестал, потому что это не очень помогало. Сейчас решили прекратить эти безумные попытки сделать из этого супер аккаунт, хотя внешне она достаточно интересная. По итогу они закончили сотрудничество. Да, модель разочаровалась в агентстве. Ну и в целом во всей сфере. Но при всем при этом, скорее всего, в следующем агентстве ее ждет та же самая история. Потому что работа на OnlyFans это командная работа, где ценится вклад каждого участника, как агентства, так и модели. В общем, работа агентства и модели напоминает работу твоего телефона. Посмотри на него. Видишь, он работает. Ты смотришь на экран, там что-то происходит, а внутри бегают какие-то электрончики и передают какие-то сигналы. Но представь, если твой экран погаснет, ты сразу подумаешь, что телефон не работает. Хотя по факту внутри ничего практически не поменялось. Ведь стоит просто починить экран, и телефон снова станет работать как новый. И также радовать тебя. Поэтому давай сразу договоримся, что все основные детали ты обязательно обсудишь с контент-менеджером, владельцем агентством и всей командой, которая будет заниматься твоим продвижением. Расскажешь им обязательно о своих табу, расскажешь, когда у тебя критические дни, какие есть локации, надо показать, и обсудить все возможные детали, которые будут влиять на изготовление контента. А также не забывай, что весь контент нужно предоставлять в срок, чтобы реклама не тормозилась, а у секторов всегда был материал для продажи. А теперь рубрика «Что если?» И что делать, если ты сама знаешь, как лучше вести свой аккаунт и как его лучше продвигать? Уходи! Без шуток, если ты действительно знаешь, как лучше продвигать свой аккаунт, то тебе проще будет нанять свою собственную команду, разобраться немножко в продвижении, в продажах, и вот, вуаля, у тебя уже будет свой действительно успешный аккаунт. Если все хорошо пойдет, то у тебя будет уже своя собственная команда секторов, своя собственная команда по продвижению, и ты можешь уже открывать свое собственное агентство. Важно помнить, что в этом раскладе вся ответственность будет только на тебе. И решение вопросов, и затраты, и выплата зарплат своим сотрудникам. Все это ложится на твои плечи. Редко у агентств получается срабатываться с моделями, которые считают свое мнение более экспертным, чем тех людей, которые этим зарабатывают деньги. Ну, а если ты работаешь с молодым агентством, то, в принципе, можешь попробовать сделать их своими нижними. Вот типичное расставание с моделью, которое на самом деле не было нужно агентству. Хорошо, я в следующий раз буду вас информировать сразу. Просто тут не было в этом смысла, потому что ситуация бы никак не изменилась. Мы не смогли бы работать с этой моделью. Операторы все время косячат, это нормально. Мы все время это контролим и пресекаем. Но идеальных операторов не бывает. Они всегда допускают ошибки. А тут еще у моделей есть свое мнение, как они вообще должны работать. Ну, то есть ситуация бесперспективная, нечего было подправлять. Если бы она сейчас не ушла, или бы ее переубедили, она бы ушла через неделю, но с конфликтом. Поэтому я не видел смысла подключать вас, так как тут не на что было повлиять. Для нее это принципиально. Она должна принимать участие в процессе и диктовать условия. А для нас это недопустимо. При том, что работа делалась в целом хорошо, и у нее за неделю нашей работы результат был лучше, чем раньше за месяц работы без нас. Но ее больше волновало, как мы пишем сообщения, с какими фанатами мы общаемся, для кого принимаем кастомы, чем результат на анкете. Соответственно, мы в любом случае разошлись. Другой пример. Более короткий. Если модель лезет в работу, мы всегда в итоге прощаемся. По-другому не бывает. Это не значит, что в модели клали на твое мнение больше, чем таджики кладут кафеля. Какой нахрен зарплата? Вы обои поклеили, нет? Это к вопросу о том, как ты доносишь информацию до агентства. Если ты реально шаришь, то попробуй не диктовать условия, а поделиться своим мнением или своим опытом. И тут может возникнуть вопрос, а почему это я должна? Ведь агентство должно работать. И тогда я тебе скажу, что пересмотри обязательно начало этого видео, где мы говорили про работу в команде. Лучше всего поделись информацией, и это поможет вам зарабатывать еще больше. Ну иначе, а зачем вы еще вместе собрались? Или, допустим, представь, что у тебя есть соцсеть с миллионом подписчиков, и ты говоришь об этом агентству. Они реально убьют за то, чтобы использовать эти социальные сети и этот миллион человек. Более того, они будут тебе доплачивать за ту рекламу, которую ты будешь давать на свою же собственную страницу в OnlyFans. Одно из агентств, с которым мы сотрудничаем, платит модели до 50% за тот трафик, который приходит от модели. Это то же самое, что ты строишь отношения с молодым человеком. Если строить отношения только на претензиях и каких-то требованиях, то далеко вы не уедете. Ведь когда вы оба работаете над отношениями и делаете что-то безвозмездно для своего партнера, тогда и рождаются действительно здоровые отношения. Любовь! И теперь у тебя есть такие отношения. Да, рабочие, но все-таки отношения. А что, если тебе захочется уйти от агентства? Ты вольна в своих желаниях и можешь делать все, что ты захочешь. Ведь в жизни может произойти все, что угодно. Вдруг ты встретишь парня, который даст тебе все, что ты хочешь и будет безвозмездно любить тебя и закрывать все твои потребности. И может в этот момент ты захочешь удалить аккаунт и просто погрузиться в отношения. Или же ты станешь специалистом мирового класса и тебя захотят схантить какую-нибудь крупную компанию, Microsoft, Apple или какую-нибудь другую. Ты это тоже захочешь приостановить сотрудничество, уйти с главой в работу и стать еще лучшим специалистом. Или произойдет еще какое-то великое событие и ты захочешь приостановить работу или уйти из агентства. Тебе это можно. Только не торопись, пожалуйста. И предупреди свою команду заранее. Лучше всего за две недели, ну а еще лучше вообще за месяц. Ведь от этого зависит работа и заработок всей остальной команды. Может быть на твоем аккаунте действует еще платная подписка, которая еще не закончилась. А возможно, только вчера ребята загрузили денег на рекламу твоего аккаунта. И пока она еще должна окупиться. А может быть, продажи твоего прошлого контента настолько хорошо пошли, что сейчас просто нет смысла останавливаться. Но ты можешь не прислать новый. В любом случае, расставание лучше обсудить заранее, как взрослые люди. Дать немножечко время для того, чтобы ребята закончили какие-то свои процессы. Понятное дело, не надо больше снимать контент. Ведь есть старые, которые могут продать. И вот мой тебе совет. За пару дней до того, как подойдет срок расставания, напомни ребятам о себе и о том, что они должны заканчивать работу. И как только подойдет срок, расставайся с ребятами, забирай себе свои аккаунты. Желаем всего доброго. И, конечно же, не забудь поменять на своем аккаунте почты, пароли, все логины и доступы, чтобы они остались только у тебя. Спасибо, что ты досмотрел этот ролик до конца и надеюсь, он был для тебя полезен. Я верю, что у тебя сложится работа с твоей новой командой и вы достигнете успехов. Запомни, Агентство — это командная работа. Поэтому всегда обсуждай с своей командой все свои новые идеи. Не бойся делиться ими. И самое важное — соблюдай сроки предоставления контента. И это все позволит тебе построить длительные и плодотворные отношения с агентством. А если у вас возникли какие-то вопросы или просто хочется поделиться своим мнением, то сделайте это в комментариях, прямо здесь внизу. А если видео показалось полезным или хотя бы немножечко интересным, то ставь лайк, подписывайся на канал. Удачи! Стриж!